Павлодарские волонтёры нашли на берегу Иртыша труп женщины. Вероятно, тело принадлежит погибшей 3 сентября Марине Алексеенко. Подробности в сюжете Раисы Маргуновой. 3 сентября на 40-летнюю женщину, купавшуюся в Иртыше, наехал катер. Трагедия произошла на диком пляже на левом берегу реки. Марина Алексеенко заплыла в зону, где купаться запрещено. Там проходит судоходный путь, а глубина одна достигает трёх метров. Судно, перевозившее отдыхающих, шло на скорости 30 км в час. Но ни водитель, ни пассажиры девушку в воде не заметили. Они просто даже не поняли, то ли, может быть, это было бревно или что-то, потому что не слышали, ни пассажиры не слышали, что там крики какие-то, или о помощи звали, или со стороны пляжа какие-то крики не было, ничего. Просто был толчок небольшой. После столкновения с катером женщина больше не всплывала. Водолазы почти сразу приступили к поиску утонувшей, но женщину быстро унесло течение. Трагедия произошла на глазах у 16-летнего сына погибшей. С 3-го числа осуществлялись поиски Марины Алексеенко. На данный момент было обследовано более 100 км по руслу реки. Дно реки обследовано 6 тысяч квадратных метров. Эхолотом обследовано до 20 км. Задействовано было ежедневно 8-10 спасателей. Работы проводились с 7 утра до полседьмого вечера. По информации спасателей, тело было обнаружено. Предположительно, это Алексеенко Марина. Сейчас ведутся следственные мероприятия. В этом купальном сезоне на воде погибли 8 человек, в том числе один ребенок. В прошлом году утонули 26 человек, из них 5 детей. На помощь в поиске утопших выходят и полодарские волонтеры. Благодаря их работе и было обнаружено тело Марины Алексеенко. Даже с начала пляжного сезона были утопленники. Как искали? Ну, на лодках искали, соответственно, на своей лодке мы искали. Плюс просили добровольцев, отзывались люди и искали с помощью квадрокоптера пеших поисков. Родственники Марина Алексеевна не готовы разговаривать с журналистами. Им еще предстоит процедура опознания.